Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «По существу». И сегодня у нас в гостях ректор Чувашского государственного университета имени Ульянова Андрей Александров. Андрей Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Юрьевич, из чего складывается рейтинг ВУЗа, любого ВУЗа и ЧГУ в частности, и какие позиции занимает Ваш ВУЗ вот в этих самых рейтингах? Ну, во-первых, я должен сказать, что таких рейтингов великое множество. И создают их не только органы государственной власти, но и общественная организация. Поэтому, обратившись к интернету, Вы, конечно, найдете массу этих рейтингов. Я бы хотел обратить внимание на большую важность такого инструмента, как мониторинг эффективности ВУЗов страны. Вот этот мониторинг эффективности ведет, осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации. Ну, причем это довольно жестко ведет, насколько я помню, вот по предыдущим годам. Требования очень серьезные. Шесть лет подряд все ВУЗы страны подвергаются вот такому мониторингу. И показатели, критерии очень объективны, я бы сказал так. Это средний балл единых государственных экзаменов, поступивших в данный университет. Это научно-исследовательская деятельность, международная деятельность. И здесь что-то очень сложно исказить. Поэтому достоверность высока. Говоря о рейтингах, ну, в мире сегодня их известна масса, самые-самые такие топовые. Это шанхайский рейтинг, рейтинг Z, QS. Но надо сказать, что в числе 500 лучших ВУЗов мира фигурирует в сфере несколько российских университетов. И это вполне понятно и объяснимо, потому что вот эти критерии заточены под западные университеты. Ну, благо дело, сегодня создается национальный рейтинг российских ВУЗов. Он будет называться Московский международный рейтинг. Идея высказана академиком Садовничем, который является президентом Российского союза ректоров. Как университет в этих рейтингах фигурирует? Ну, мы также присутствуем в целом ряде рейтингов. Я, например, хочу сказать, что в течение двух-трех последних лет мы входим в число лучших ВУЗов, выигравших гранты Российского научного фонда, гуманитарного фонда. 13-е место в России мы занимаем по количеству выигранных, поддержанных заявок. Также года два назад мы участвовали в таком рейтинге качества образования медицинских ВУЗов. И по среднему баллу поступивших в медицинские ВУЗы страны мы входили в 25 лучших. Ну, я могу продолжить этот ряд. Просто хочу сказать, что рейтинг – это не единственный и, в общем-то, не главный, наверное, инструмент оценки того или иного ВУЗа. Вот это надо учитывать, когда вы выбираете тот или иного университета. Ну да, у всех абитуриентов и у их родителей обязательно есть какие-то свои представления о том, каким должен быть ВУЗ. И вот сейчас в разгаре приемная комиссия. Сколько первокурсников предполагаете вы набрать в этом году и сколько мест бюджетных? Ну, уже на сегодня в приемную комиссию университета поступило более 6 тысяч заявлений. Мы планируем набрать на очную форму обучения, наверное, немногим более 2 тысяч ребят. Из них 1400 будут обучаться на бесплатной основе. Это очень важно. Конечно же, открываются широкие возможности у ребят, которые поступят, в том числе и на бюджет, не только на контракт. Почему? Потому что меры социальной поддержки со стороны университета государств сегодня очень серьезные. Хочу обратить внимание на то, что из вот этих 1400 бесплатных мест 545 отдано на технические направления, на технические факультеты. Их у нас достаточное количество в университете. Это большая традиция, которая еще со времен образования ВУЗа сложилась. Чувашскому государственному университету в этом году исполняется 50 лет. И за это время вы достаточно прочно заняли лидерские позиции в системе Высшей школы республики. Вот какое из достижений университета Вы, как ректор, считаете самым важным, самым значимым за эти годы? Наверное, самое важное стратегическое достижение – это то, что университет стал действительно таким масштабным, многопрофильным, заметным ВУЗом на образовательном поле нашей страны. И, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем поколениям, преподавателям, сотрудникам, наших работодателей, партнеров, которые помогали создавать инфраструктуру ВУЗа, которые помогали повышать качество образования, открывать новые образовательные программы. Должен сказать, что сегодня современное поколение профессоров и преподавателей достойно продолжает дело зачинателей, вот этой идеи создания университета, основателей университета. И вот только за последние годы открыто 12 новых направлений специальностей. И вот правительство Российской Федерации несколько лет назад утвердило перечень направлений специальностей, которые являются приоритетными для развития науки и технологий страны. Вот из этих 141 направления 39 реализуются в Чувашском госуниверситете. Вот примерно треть, и это показатель того, что мы, в общем-то, находимся в тренде развития современной науки. Вы планируете увеличивать это количество? Да. У нас в планах дальнейшее развитие перечня направлений подготовки, которые касаются таких очень важных современных отраслей народного хозяйства, реального сектора экономики, как проектирование умных домов, здоровья, здоровья, сберегающая технология. Ну, здесь речь идет о кибербезопасности, о робототехнике. Современные и современные. Я думаю, что это вот то, что сегодня требуется не только в нашей стране, а вообще в любой стране мира. Сегодня молодые люди, выбирая ВУЗ, вот мы как раз с вами уже говорили, учитывают очень многие критерии, может быть, какие-то свои там показатели, какие-то приметы. Ну, и один из самых важных показателей – каков процент трудоустройства выпускников ВУЗа? Сколько из них работают по специальности? Трудоустройство действительно сегодня критерий, показатель, да и вообще это то, на что обращает внимание любой ВУЗ. Ну, собственно, это цель конечная. Собственно говоря, да. Самообучение не может быть самоцелить. Так вот, не просто так, у нас имеется 400 договоров о сотрудничестве с ведущими предприятиями республики и страны. Вот назову такие очень важные для национальной безопасности, не побоюсь этого слова, предприятия, как все предприятия электротехнического кластера нашей республики. Это, конечно, концерн-тракторные заводы, производственное объединение Мечипаева, Химпром, Элара. Этот список можно продолжить и говорить о нем очень долго. Но дело в том, что это крупнейшие потребители наших выпускников, это те, кто принимает их на работу. И их сегодня, наших выпускников, они ждут с нетерпением. Более того, ничего плохого мы не видим в том, что студент уже на стадии обучения по совместительству, понятно, на неполную ставку, начинает трудиться на тех предприятиях, которые я назвал, и на многих других. Более того, после... То есть уже такая железная гарантия трудоустроительства. Конечно. Вот здесь важно студенту себя показать на производственной практике, чтобы он был интересен данному конкретному предприятию, работодателю. И затем ты без проблем трудоустроишься. Что и происходит. Вот я с удовольствием констатирую, что сегодня, в общем-то, за выпускниками университета инженерных направлений, ну, если не гоняются, то, по крайней мере, очень внимательно следят за тем, чтобы они пришли именно к тебе, конкретно, конкретный завод, на конкретные предприятия. Очень много в последние годы в Чувашии было создано инновационных предприятий и высокотехнологичных рабочих мест. Вот насколько охотно работодатели берут ваших выпускников, ваших студентов именно на такую работу? Как я уже сказал, ВУЗ, собственно, и заточен, направлен, ориентирован на то, чтобы готовить работников из числа инженерно-технического персонала. И вот тот факт, что на тех предприятиях, о которых мы сегодня поговорили, сказали, более 60% руководящего состава и работников, которые занимаются разработками, линейных инженеров, их более 60%. Это достаточно большая, высокая доля, и она растет и растет. Поэтому, конечно, не только на промышленных предприятиях ждут наших выпускников, это и учреждения здравоохранения, которые являются, как мы с вами знаем, очень высокотехнологичными. Назову федеральный центр травматологии, ортопеденды, протезирования. Это, конечно же, наш известнейший центр офтальмологии, который создал еще в свое время Святослав Николаевич Федоров. И ряд других клиник готовы принять выпускников медицинского факультета. Это, конечно, химитехнологи, это провизоры и многие-многие другие. Поэтому сегодня спрос предприятия на выпускников университета мы констатируем как высокий. Андрей Юрьевич, в самом начале разговора Вы упомянули в числе других привлекательных направлений международную деятельность. Очень активно развиваются связи по самым разным направлениям образовательным, научным, культурным, в широком смысле слова, с Китаем. Вот в этом учебном году, который только что завершился, 16 студентов целый год обучались в различных вузах Китая. Целый год. Такого не было в университете раньше. Сегодня эти возможности есть. Армения. Тоже очень привлекательный партнер. Сотрудничает с Еванским государственным медицинским университетом. Наш медицинский факультет. Работает программа обмена студентами, которая циклами выезжает для того, чтобы слушать лекции по тем направлениям, которые хорошо развиты в нашем вузе-партнере. Работает программа гостевой доцент. Гостевой профессор. И действительно армянские известные ученые, и наши в свою очередь, приезжали в вузы и читали лекции, проводили мастер-классы. Я, конечно же, говорю о странах постсоветского пространства. Это Беларусь, Казахстан. Мы активно сотрудничаем со странами Средней Азии, которые очень сильно подтянулись в высшем образовании. И там тоже есть очень интересные, ценные опыты, полезные практики. Ну, это в завершении нашего разговора. Допустим, амбитуриент выбрал Чувашский государственный университет. Допустим, поступил. Что необходимо от него, как от студента, для того, чтобы стать успешным, для того, чтобы провести это время не только с пользой, но и интересно, активно в студенческие годы? Ну, я бы посоветовал будущим студентам, нашим прекрасным, замечательным, обратить внимание на то, что ожидают от них работодатели, в первую очередь. И постараться сформировать эти компетенции вот в период обучения. Сегодня работодателя очень мало получить специалиста, который обладает узконаправленными профессиональными знаниями, знаниями конкретной технологии. Интервью с нашими партнерами показывает, что они ждут студента грамотного, который обладает широким кругозором, который, как они подчеркивают, обращая внимание, умеет работать в команде, решать в коллективе корпоративные задачи, технические задачи. Очень важно уметь, поэтому выстраивать отношения с теми людьми, которые, может быть, тебе совсем недавно знакомы. Для этого университет делает многое, и мы организуем разные курсы. Ну, например, назову несколько. Это ораторское искусство, это основа предпринимательства, потому что совершенно убежден, вот все эти навыки, помимо основных образовательных программ, они помогут очень безболезненно, мягко, органично влиться в новый производственный коллектив. Любому студенту без исключения. Ну что, спасибо вам большое за очень интересный разговор. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был ректор Чувашского государственного университета имени Ульянова Андрей Александров. Спасибо за внимание, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»